Точек соприкосновения много. Укрепляются не только дружественные связи, растет взаимовыгодное сотрудничество. Об этом говорит очередной визит китайской делегации в Тульскую область. Уже не первый в этом году. На этот раз в Туле представители китайского общества «Дружба с зарубежными странами». Возглавляет делегацию младшая дочь известного китайского политика Дэн Сяопина Дэн Джун. В ответ на китайские инвестиции регион намерен предоставлять новые промышленные площадки и финансовую поддержку, рассказывает Алексей Дюмин. В Тульской области работает свыше 200 иностранных компаний. Здесь выгодно вести бизнес. Активно хочу заметить, что приходят и китайские партнеры, крупный китайский бизнес. Совсем недавно в рамках экономического форума в Санкт-Петербурге компания «Еврохим» заключила соглашение с крупнейшей химической компанией, китайской химической компанией «Хэмчайна» по созданию крупного производства на территории Тульской области. Об инвестиционном потенциале региона Дюмин уже рассказывал. В Пекине в этом году в июне в Тулу приезжали представители крупной китайской компании «Полигрупп». Бизнесмены из Поднебесной готовы реализовывать предложенные областным правительством совместные проекты по строительству 5000 квартир и 20 километров автодороги, которые свяжут федеральные трассы М2 и М4, говорит Дэн Джун. Но сотрудничество Китая и Тульской области не должно ограничиваться только бизнесом. Предлагают бесплатно пройти обучение в Китае 20 тульским студентам. Мы можем спонсировать обучение тульских студентов в Объединенном университете Китая. Обучение и проживание для них будет бесплатным. Специальности можно будет подобрать. Таким образом мы хотим способствовать укреплению дружественных связей между Тульской областью и нашей республикой. Предложение Алексей Дюмин принимает. В ответ приглашает китайских студентов в Тулу. Молодежь – это будущее. От того, на каких принципах оно воспитано, будет зависеть и взаимоотношения государств. Тульская область может представить ряд маршрутов, которые будут интересны китайскому туристу, продолжает Дюмин. Куликово поле, Поленово, Ясная поляна в Поднебесной знают и любят творчество Льва Толстого. Мы можем в рамках взаимодействия культурного обмена предоставить для наших китайских друзей специальные туристические маршруты, которые будут включать в себя точные посещения самых культовых, самых исторических мест, которые связаны с историей образования Тульской области. Мы можем объединить наши туристические потоки и вам предложить, как вы сказали, мост между нашими странами. Рассказать о туристическом потенциале региона Алексей Дюмин предлагает на музыкальном фестивале в Пекине, где ждут и тульские народные коллективы. К реализации всех обозначенных совместных проектов приступят в кратчайшие сроки, отдает поручение губернатор, добавляя, за каждым словом должны быть конкретные действия. Надежда Млёхина, Руслан Кравченко, Первый Тульский.